Всем привет! Меня зовут погребняк Аня, и обычно свои влоги я начинаю с аэропорта, потому что я снимаю влоги, когда езжу в какие-то поездки, и сейчас этот влог практически не исключение, потому что я сейчас жду свой Uber, чтобы ехать в аэропорт, и этот влог будет, знаете, такой какой-то бомж инста-поездки, я бы сказала так. Я лечу лоукостом из Желлян в Польшу, а потом мы едем в Вену на автобусе, и на всё про всё у нас несколько дней всего, поэтому предлагаю вам отправиться вместе со мной. Я так и не увидела нигде тепло. Привет, Бизеир! То, что я зачекинилась онлайн, ничего не значит, всё равно нужно пойти и стоять в очереди за посадочным талоном, всё запихнуть в чемодан, даже камеру нельзя оставлять в руках, сказали всё, ничего нельзя, всё сложить. Класс! Так что увидимся в Польше. Сейчас пройду контроль, до встречи в Ротславе. Я уже прилетела в Ротславе. Юля, прекратите съёмку, у нас в Ротславе никто не снимает. Ссылочку, пожалуйста, ставьте на мой канал. Ссылочку, наверное, на Юля в Инстаграм, да. Сейчас. Понятно. А мы не будем ехать больше, да? Мы зашли только что в супермаркет, купили еды себе и купили себе еды в дорогу целую кучу. Я там сказала, что это нужно обязательно, все поляки это любят. Хумус, салат, съедим еду пока. Ещё тут цены как у нас. Я, кстати, не взяла с собой палку поездку, чтобы камеру носить, поэтому надеюсь, вам будет только вот эту руку моя наблюдать. Я предложу тебе свою палку. У меня снова прямое включение, мы с Юлей уже начали собирать наш чемодан и уже очень скоро выходим на автобус. И вот посмотрите, у нас тут один чемодан на двоих, и вот так посмотреть, вот с какой стороны вещи фэшн-блогера, как вы думаете? Я в кепке, знаешь, ещё спасла свою немытую голову. А я, наоборот, помыла голову, поэтому завязала вот такую прекрасную прическу с видео. Ты хэйр-блогер. Наверное, ничего не слышно. Юля меня склоняет к тому, чтобы не компостировать билет. Вот это вот наш чемодан с вещами на двоих. А вот это вот наш пакет с едой в автобусы. Юля просто в рамвае. Там ничего не подойдёт, да? Ничего не подойдёт. Начинается любая поездка, куда угодно. Это диетическая гранула. Ой, фокус. Лицо довольного человека. Что я, кстати, заметила в Польше, так это то, что тут явно лориаль колориста появились намного раньше, чем в Украине. Здесь реально очень много девочек с сутными волосами. Вот сейчас напротив сидит. Не видно, что она хочет, так я её снимала и показывала вам. Кто вообще так ходит? Что тебе намалёвано-то? Смотрите, какой красивый вокзал здесь. Мы уже стали ждать наш автобус на остановку. Сейчас мы будем ехать. Лететь собираюсь. Оля. Мы будем ехать в Краков, где мы встретимся с Настей. В Краков ехать нам 4 часа. Ну, да. Краков стоил 24 злота. На гривну это умножить на 7, да. Это проехать через всю Польшу, да, фактически? Через всю Польшу, в Словакию. В хорошем автобусе, но это, конечно, я ещё не видела, но Юля... Хороший с Wi-Fi, розетками, туалетом, кондиционером. Этим же перевозчиком мы потом из Кракова... Едем. Едем в Вену. И это будет занимать 6 часов, да? Это, да, где-то 6 часов, это стоило 50 злотых, то есть где-то 350 гривен. Ну, 6 часов, конечно, вроде долго, но с другой стороны, мы будем ехать всё равно ночью. Я хотела уточнить, это мы... Я пересекла границу сейчас с Польшей. Получается, что когда мы будем ехать с Польши в Вену, у меня уже не будет паспортного контроля. Ну, у тебя не будет, ни у кого не будет, да? То есть мы не будем... Ни у кого не будет, а у тебя будет. Кстати, по приезду в Польшу в этот раз меня допрашивали, куда я еду, есть ли у меня страховка. И я была в шоке, честно, потому что меня давно не спрашивали. Я вот когда ехала через Австрию в Нидерланды последний раз, мне ничего вообще, ни единого вопроса не задавали. Когда мы в Грецию прилетели, ни единого вопроса не задавали. А у меня был готов ответ о том, что я приехала на Иван Шанель. Но никто меня не спросил. Приехал наш автобус до 150 гривен, как вы помните. Нас все ненавидят. А еще Юля ненавидит меня, потому что мы не взяли никакой теплой одежды. Мы находимся на вокзале. На вокзале где? В Кракове. Это Настя, а это Артем. На канале писала. Давай без Настя. Вот видите, вы написали, а Настя теперь помнит и обиделась. Настя, я обиделась. И вот. Нормально, Ань? Настя уже в пижаме. Мы в Чехии. Люди подумают, что у меня не мадруя одежда. Другой влог, чем в пижаме. Мы пришли купить чайку в кронах чешских. Мы, конечно, в Чехии не будем Насте нумизмать. Вот это вот самое было серьезное вложение Настяных средств в наши поездки. Потому что эти три чая стоили нам 5 евро. Но так как 5 евро у нас не было, а было только 10, то мы еще взяли воду и нам дали какие-то копейки. Вот так выглядит, собственно, чай. Извините за мной, внешний вид. Мне тоже не очень нравится, как я выгляжу. Но мы сейчас ждем наш Uber, потому что внезапно доехать до нашей квартиры нам вдвоем дешевле на Uber, чем на общественном транспорте. Тут очень близко и у нас это будет стоить 3 евро. Мы нашли наш дом. Ого, какая лестница! Чёрт! Что первое я могу увидеть в квартире, которую мы сняли через Airbnb? Кьеру Феррани. Она стоит 15 евро с человека за сутки. Привет, Юля. Вот это вот главная комната. Причем, смотрите, тут есть проектор. И можно смотреть какое-то кино. Я думаю, мы вечером постараемся разобраться с этим. Вот это классная спальня. Причем тут такие элементы декора. Имитацию окна фотошопа на зеркале. И вот программы. По-моему, очень прикольно. Какой-то творческий человек тут живет. Такая самая обычная ванная. Не знаю, за 15 евро вообще шикарная, по-моему. Вот кухня. Welcome drink в размере двух бутылок. Видимо, по одному welcome drink на день. И три круассана. Что? Серьезно? Ого, смотрите, тут еще и барчик. А вот вторая спальня. Это, наверное, будет моя. Она не такая фэнси, конечно. Ну, тоже ничего так, в принципе. Я бегу наконец-то мыться, мыть голову. И возвращаться вам в кадр уже не показывая пупок. Итак, ребята, мы наконец-то вышли на прогулку. Мы сейчас в Чехии. Здесь фиеста. Всем бонжур. Всем бонжур. Мы идем покушать на местной израильской хьерби. Гуден дак. Гуден дак, да. Иншурдигунг. Ихаба хоть и нихцца шулики канги. Мотосервис. Пойдем в центр. Искать что-то новенькое. Смотреть что-то новенькое. Но я не знаю, насколько долго мы сможем тут проходить, потому что я чувствую, что тут уже прям за 35 градусов, да точно, а на солнце так, наверное, вообще. Сегодня пятница, 4 августа, и такое ощущение, что мы попали в Вену на какой-то национальный праздник, потому что на улицах никого нет, какие-то рестораны полупустые. И это либо сиеста, либо национальный праздник. Что-то не то. И так, это влог моего мороженого. Мы купили его вместе, на котором называется Ferrari Gelato. И оно стоило 3,50 за мидиум рожок. Я уже, наверное, половину съела. Очень вкусное. Мы зашли в центр туристический и выбрали себе брошюрки. За три дня. Но у нас нет три дня. У нас проблема. Мы реально не можем найти место, куда просто сходить покушать. У нас, конечно, высокие требования, чтобы в этом месте было красиво и инстаграмно и недорого. Какие у нас шансы? Для Киева это вообще нормальные требования. Да, мы просто балованные, приехали со своего Киева. Айфон нам пишет 32 градуса, но ощущается, как будто сейчас тут 40 просто. И у нас там, кстати, на фоне что-то очень красивое, нужно пойти посмотреть что там. Мы завернули сразу же после Альбертина музея направо, если вам вот о чём-то говорить. И тут какое-то очень красивое здание и классный большой парк. Единственное, что кушать хочется. Сначала фотографии, потом есть. Смотрите, что это такое. Очень красиво. И огроменный парк. Вот такого Киева очень не хватает. Киева очень не хватает пространства по сравнению с Веной, как по мне. Ну, конечно, таких зданий тоже не хватает. И пока мы шли, мы увидели вот эти вот столы. Очень надеялись, что тут можно поесть. Но ничего из еды здесь нет, поэтому мы пьём эту роль. Ощущение, как будто мы в Риме. Во Флоренции. Ну, я во Флоренции не была, но на Рим похожа. А я в Ли. Похожа. 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 Вот так вот. А куда руку? Итак, нам принесли завтраки, которые мы заказывали. И что вы думаете? Вместо того, чтобы положить сюда селман, как мы выбрали, они таки положили хэм. И мы выбрали яйца, которые называются Минсье. Что? Нет, мы были бутерброды, которые называются Крок Минсье, а нам принесли вход на Данна. Но мы всё равно довольны, потому что мы голодные. Порция стоит 10 евро, включая сок. Привет, Настя. Привет, Настя. Ссылка на Настин влог будет в описании под этим видео. Ой, это же мы. Привет. Да что, скажите, мы будем делать, когда в Украине откроется H&M? Что вообще? Куда мы будем ходить-то за границей? Да хоть приезжаешь, сходишь в H&M. Я понимаю тех людей, которые ходят H&M в Украине. Все же будут вообще в одинаковых шмотках ходить. Мозаика, что ли. Очень красиво. Обожаю Шопинг улицы. И хорошо, что сегодня пятница, потому что здесь завтра явно будет намного больше людей. Вот такие вот извозчики. Тут не знаю, кто будет желающим кататься. Точнее, я знаю. Вот этого, например, Витамская семья. Но явно не мы. Мало того, что эта водичка стоила 55 центов, так тут еще и есть гениальное изобретение для того, чтобы ее носить. Обожаю чендемы, в которые приходишь как в музей. Смотрите, какой лифт. Я думала, я видела самый красивый чендем в Дублине, но этот может с ним поспорить. Сейчас 8 вечера, мы все еще ходим гуляем. Я горжусь с нами, потому что сегодня мы, несмотря на то, что мы почти всю ночь ехали в автобусе и очень относительно спали. Но мы сегодня не легли спать и гуляли. И надеюсь, мы сегодня чуть раньше ляжем, выспимся и завтра проведем какой-то более продуктивный день. Смотрите, какое волшебство. Мы тут ходим в поисках еды и воды. Потому что мы заходили и у нас на входе лежало два вот этих пакета. И тут написано, A good host cares about his guests. И тут лежат три круассана и три кексика. И это все супер мило. Но учитывая цены нашей квартиры, это, ну, мне кажется, что это прям подозрительно. Ведь пили арбуз. Стоил за евро килограмм. А сколько килограммов тут? Вышло 3 евро. Я хочу попробовать включить проектор. Сейчас на проекторе включите из фильм ужасов и упустя. Юля, спасибо, Юля, тебе. Я тоже боюсь. Единственный минус этой квартиры, это вид за окном. Это вот эта стройка. Мы сумели его завести и включить здесь. Кого включить здесь? Яна, привет. Единственный иpein. Проект. Кстати! Только а Good to. Поделитесь! Всем 박ч какой-нибудь с Измировкой точкой сделали с bolehоком! См å кでは, Дома для зрения... Продолжение следует...